МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Трагедия на воде. В Яльчикском районе Республики утонул 6-летний ребенок. Будущий музей военной техники в Доме правительства подвели итоги празднования Дня Победы. Ложная тревога по Чебоксарам вновь прошла волна сообщений о минировании. Несчастный случай в Яльчикском районе. В деревне Новая Чурина утонул купающийся в речке 6-летний мальчик. Его друга госпитализировали в бессознательном состоянии. По данному факту следователи проводят проверку. Как следует из ее материалов, малолетние катались на велосипедах около своих домов в деревне Новая Чурина, после чего пропали из виду. Мать одного из них, обнаружив папажу мальчиков, пошла их искать и обнаружила на берегу протекающей неподалеку речки велосипеды, а также обоих детей, которые находились в воде. В Министерстве здравоохранения Чуваши сообщают, что пострадавший мальчик уже переведен из реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильное. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать и низкая температура воды, из-за которой бывают судороги даже у взрослых людей. Глубина речки, в которой утонули дети, не превышает и полутора метров. Мама наблюдала за ними, и в определенном промежуток времени в течение 15 минут потеряла внимание, и они как раз оказались в этом бруде. Это пруд-то не назовешь, там 3 на 4, наверное, вот эта самая глубокая часть, там заели на части. Когда мама пошла спасать, по-моему, там сама мама чуть не утонула, Вилли чуть не застряла, ей вытащили. К сожалению, одного ребенка не удалось спасти. Пока сезон купания у нас не начался, обращаю внимание, городских властей, где пляж, проставьте знаки, купаться запрещено. Везде, по всем муниципальным образованиям. Иначе мы терять будем сейчас людей. Сегодня в торговые центры Чебоксар вновь поступили сообщения о минировании зданий. По неофициальной информации, и на этот раз анонимные письма пришли на электронную почту. Сообщения о заминировании получили 10 торговых центров столицы, включая самые крупные – Мадагаскар, Шупашкар, Мегамол, МТВ-центр, Детский мир, торговый центр «Меридиан» и Волжский. Все посетители и обслуживающий персонал торговых точек были эвакуированы. После проверки зданий центры заработали в обычном режиме. 13 мая в организациях и учреждениях Чувашской республики сотрудниками полиции в взаимодействии со специалистами Росгвардии проведены проверки по сообщениям о подозрительных предметах. Устройств, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, разославших данные сообщения. Более 450 гектаров новых лесных массивов появятся в республике. В ход идут саженцы самых различных пород деревьев. Восстановлением зеленых площадей этой весной занимаются особенно активно. В том числе и на местах горельников 2010 года. На территории 11 лесничеств засадили молодыми деревьями 473 гектара. Шесть из них в Заволжье. Специалисты рассчитывают, что там приживутся тысячи саженцев сосны обыкновенной. Возобновление происходит такими породами, как сосна и береза, что создат в будущем пожароустойчивое лесное насаждение. Также в текущем году в лесных питомниках республики планируется вырастить более 4,5 миллиона штук стандартного посадочного материала. Сосна, ель, листницы, дуб, липа. Данный объем полностью удовлетворит потребность республики в посадочном материале. Осенью планируют засеять еще 5 гектаров и помочь естественному лесовосстановлению на площади более 190 гектаров. Стоит отметить, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. Благодаря принятым мерам безопасности из всех регионов ПФО, только в Чувашии и Татарстане в этом году лесных пожаров пока удается избежать. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Праздничные дни в республике прошли на высоком организационном уровне. Такую оценку дал глава региона Михаил Игнатьев. Как в Чувашии отметили 74-ю годовщину победы, сегодня обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Они прошли по бедным строям по центральным улицам. Уже подсчитано, что в шествии бессмертного полка в республике приняли участие свыше 70 тысяч человек. Подготовка к празднику началась задолго. Без внимания не остался ни один ветеран. По предварительным данным, состоялось более 3600 мероприятий, где приняло участие более 648 тысяч жителей республики. Органами социальной защиты населения совместно с учреждением социального обслуживания, общественной организации ветеранов, органы местного управления провели проверку условий жизни ветеранов войны. Во всех муниципальных образованиях были приведены порядок памятники и обелиски. За памятниками и обелисками должен быть налажен постоянный уход, отметил глава республики. Недопустимо, когда в ряде муниципалитетов начинают приводить в порядок мемориальные объекты только накануне 9 мая. Предусматривая заранее все эти вопросы, мы не можем, соответственно, эти святые места, так скажем, где на самом деле оценники приходят, люди приходят, соответственно, и с этой точки зрения надо выделять средства, заявки надо на следующий год. Благоустроенные территории должны радовать людей. Реестр должен быть в открытой доступной форме, как оценники иначе. У вас, Сергей Петрович, у вас, Минюс, у вас и так далее. Чей собственности земля, кому принадлежит объект, чей собственности. То должен обслуживать. Надо это делать планово, системно. Значит, если мы видим, что памятник не выдержит, или там какие-то погодные условия, или ряд других вещей до следующего празднования, конечно, надо сделать ее заранее. Это не делает нам честнее. Еще один вопрос состояния техники из парадного расчета. Военкомате республики предлагают создать на ее основе музей. У нас очень много техники времен войны накопилось, техники, вооружение и так далее. Вот, сейчас опять небом будем под открытым и вставить на хранение. В течение, да, максимум двух месяцев разрешить этот вопрос. Принципиально все эти, от кого зависит, соответственно, и на этом снять этот вопрос поискать. И уже сейчас, отметил Михаил Игнатьев, необходимо начинать подготовку к 75-летней годовщине Победы. Можно сказать, все сегодняшние дня уже подготовительные работы. Пока все у вас еще свежа в памяти, соответственно, нужно все это провести. Подготовьте буквально в течение недели для себя весь план мероприятий, и в течение месяца его надо утвердить. В Доме правительства обсудили и ход подготовки к Чебоксарскому кинофестивалю. В этом году за статуэтки «Ане» поборются 29 картин. В 2019 году впервые в программе кинофестиваля планируется участие свыше 60 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров в театре кино, киноведов и кинотеоретики из 10 субъектов России. В жюри конкурс «Игро-фильм» будут присуждаться к гран-при. Также учреждены специальные призы, специальный приз главы Чувашской республики за отражение темы гражданственности, патриотизма, киноискуссии. Для показов картин в этом году задействуют все дома культуры, где оборудованы специальные залы. Большое кино в дни фестиваля должны увидеть десятки тысяч человек. Пожелаем успешной работы и всем тем организаторам, и прежде всего зрителям. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Вместо грубых надписей на дверях – рассылка демотиваторов в соцсетях, сообщения и звонки с угрозами. За такие способы добиться денег от должника коллекторы заплатят 150 тысяч рублей. Штраф наложил Ленинский суд Чимаксар. Подобные угрозы рассылали и должнику, и его родственникам. При этом ежедневные звонки на сотовый, непристойные фото, комментарии с угрозами под всеми постами на личной странице ВКонтакте. И это за просроченную выплату по кредиту в 30 тысяч рублей. Активно и незаконно выбивали деньги коллекторы. Им принадлежат номера, с которых поступали угрозы. Теми же методами пользовалась и сама микрофинансовая организация. Проведенной проверкой установлено, что угрозы поступали от Нижегородской микрофинансовой организации, в которой заявитель ранее оформлял займ. За нарушение требований закона управлением составлен протокол, по результатам рассмотрения которого у микрофинансовой организации назначено административное наказание. По решению суда микрокредитная компания заплатит штраф в 50 тысяч рублей. У коллекторов же сумма в три раза больше. Кадровые назначения, тарифы на пассажирские перевозки, нанесение разметки, юбилейные мероприятия. Эти и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании в городской администрации. В Чебоксарах планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 сентября. Повышение составит 2 рубля к действующим ценам. То есть 20 рублей за безналичную оплату, 22 за наличные в троллейбусах. В маршрутках 21 и 25 рублей соответственно. Стоимость проездных билетов вырастет на 50 рублей. Мы не можем компенсировать разницу между утвержденным тарифом и экономически обоснованным тарифом. В то же время хотим видеть на дорогах современный и безопасный общественный транспорт. Поэтому вынуждены поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Если все расчеты верные, если все необходимые процедуры будут соблюдены, то это решение нам придется принять по плану с 1 сентября текущего года. Сегодня же объявили фамилии новых заместителей главы администрации. Заместителем по экономическому развитию и финансам стал Владимир Яковлев. Иван Кучерявый по вопросам архитектуры и градостроительства. Работы предстоит много, отметил сити-менеджер. Функциональной обязанности Ивана Леонидовича, кроме всего прочего, будет входить в обеспечение реализации перспективной застройки территории города, в том числе по объектам социально-бытовой сферы, дорожного строительства. Перед нами стоит большая задача ввести в эксплуатацию 10 детских садов, ведется строительство двух школ. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Рязюков, Республика. Объявлен конкурс на разработку эскиза медали к столетию образования Чувашской автономной области. Каждый участник или коллектив авторов могут предоставить неограниченное число эскизов. Основные критерии оценки – соблюдение правил Геральдики, художественная выразительность, эстетичный внешний вид, оригинальность решений. Подать конкурсные работы можно до 21 июня. Итоги подведут в конце месяца. Отправлять письма по электронной почте, искать информацию в интернете. А зам компьютерной науки пенсионеров учат на специальных курсах. Но пожилые люди решили пойти дальше и решили провести свой чемпионат. Кого можно назвать уверенным пользователем ПК, узнавала наша съемочная группа. Валерий Логинов всю жизнь проработал на тракторном заводе. Как вышел на пенсию, решил освоить другую область – компьютерную. В чемпионате участвовал впервые. Захотелось поучаствовать, проверить свои возможности среди равных пользователей, посмотреть, на что я сам способен. По этому поводу и поучаствовать, по самому интересно посмотреть, вообще, как все это проходит. Потому что современное веяние времени, распространение информатики среди пожилых людей сегодня очень актуально. И мне это очень интересно стало. Простые, в общем-то, действия – войти в электронную почту и отправить письмо, сделать презентацию в Microsoft PowerPoint или зарегистрироваться в личном кабинете пенсионного фонда. За право называться самым опытным юзером боролись 28 человек – победители муниципальных этапов. Главная цель – вы понимаете, что каждый человек должен быть сегодня в информационном поле. Для того, чтобы уметь пользоваться и программой PowerPoint, госуслугами, быть на сайте отделения пенсионного фонда и заниматься вопросами ЖКХ через электронные носители. Победители регионального этапа отправятся на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью, который пройдет в Кирове с 4 по 6 июня. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин